У Дома культуры юбилейный на Донской уже все готово к проекту «Лето». Аниматоры напомнили взрослым о том, что с 1 июня здесь каждый день будет так же весело, как сегодня. Программа «Лето» стала приоритетной для нашего Дома культуры, потому что это благоприятнейший период для проведения мероприятий по развитию и оздоровлению наших детей а на нашей площади, в нашем микрорайоне Донской, детей достаточно много. Будет весело и во дворах домов за каждой площадкой закреплены ответственные. Чаще всего курируют детский отдых депутаты городского собрания. Они помогают закупить игровой и спортивный инвентарь. На сезон разработано множество программ – спортивно-оздоровительные, квест-экскурсии, мастер-классы, творческие и мастерские. У кинотеатров будут показывать кино на площади. Задача этого кода – добиться того, чтобы вот эта цифра была реальна. То есть мы должны сто процентов охватить наших деток. И особое внимание уделить тем деткам, которые действительно никуда не поедут. И для этого мы должны знать, что они не поедут. И для этого у нас вот работают волонтеры. Детские площадки будут работать под девизом «Здоровье в моих руках». Глава города, проводя совещание с представителями отрасли, предложил даже водить детей на море. Родители на работе, дети предоставлены сами себе, поэтому педагогам предложили взять на себя дополнительную функцию по оздоровлению детей. Организовывать безопасное купание на хорошо оборудованных пляжах – не такая уж и сложная задача, подчеркнул Анатолий Пахомов. И в целом отдых детей летом должен быть интересным и познавательным. В Сочи начнут свою работу 148 площадок. На них обычно занимаются дети от 5 до 15 лет. Лучших специалистов, организовавших отдых детей, максимально увлекательно и разнообразно будут отмечать. Например, если победит в конкурсе школьная площадка, то учреждение образования получит из бюджета дополнительно 500 тысяч рублей. Глава города попросил и организовывать для детвора досок, и оценить работу массовиков честно, чтобы те, кто работает профессионально, могли в будущем поделиться опытом с коллегами. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.